Говорят то, что в этом месте когда-то была хижина маньяка. Поэтому здесь мы решили заняться магнитной рыбалкой. Офигеть, оператор! Это что такое? Черт возьми! Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. А в моих руках довольно-таки большой, можно даже сказать, гигантский поисковый магнит. И сегодня мы выбрались на то место, которое нам описал подписчик вот в этом своем комментарии. И автору этого комментария я передаю пламенный привет. Однако он нам рассказал, что здесь находился маньяк. Причем не просто маньяк, а хижина маньяка. И якобы не так давно полицейские обнаружили этого маньяка. Но он решил смести все следы своего присутствия здесь. И утопил свою хижину в этой реке. И есть слух о том, что он и сам утонул тоже в этой реке. Вообще звучит как-то это все абсолютно абсурдно, я бы сказал. Но только с помощью поискового магнита мы сможем все это и проверить. Поэтому закидываем магнит подальше. Для того, чтобы доставать вообще хоть что-то. Или связанное с нашим маньяком, или не связанное. Будем уже дальше думать непосредственно сами. Я чувствую, что я что-то зацепил. Натягивается канат так у меня конкретно. И не знаю. Ты как думаешь, оператор мог здесь маньяк находиться, утопить свою хижину и утонуть здесь сам? Ну как бы мы находимся далеко от города, я считаю. Где маньякам и убийцам самое место. Почему ты так думаешь? Ну что им в городе как бы это? И когда хижины не строят, они не в городе. Офигеть. Видишь? Это топорик. Железная часть топора получается. Вот это. Топорик мог быть и у дровосек, и у другого человека. Ну да, мы как бы ты правишь, мы за городом. Здесь могли и дрова просто рубить. Вряд ли это является доказательством того, что здесь был какой-то маньяк. Так что давай, недолго думая, сразу же дальше бросаем поисковый магнит. Куда? Чуть-чуть? Ливи, отправим его и подальше тоже. Вот так вот. Но то, что бросили, сразу же нашли какую-то находку, это очень приятно и здорово. Так что в любом случае магнитная рыбалка намечается какой-то интересной. Я люблю, когда какие-то расследования у нас на магнитных рыбалках. Когда что-то мы... Что-то цепанул. Когда что-то мы пытаемся найти, разоблачить. Вот что-то вот такое мне прям очень нравится. Прям хорошо у меня идет на том конце магнита. и я что-то прям чувствую. Чуть-чуть смещусь, чтобы у самого, как это говорится, у самого берега находка не отпала. О, она ее уже видно. Вот. Гвозди. Ну, гвозди, как обычно. Ну, что это за штуковина? Выглядит довольно-таки жутко и крипово, согласись. Что если это какой-то нож был? То есть, если была какая-нибудь рукоять или что-то типа такого боевого топора, да, не знаю. Ну, уже не похоже на ту вещь, которая есть у каждого лесничего. Явно какой-то не очень приятный инструмент. Ладно, в любом случае он отправляется к остальным находкам, а мы забрасываем дальше нас. Поисковый магнит. Ну, примерно туда же буду бросать. Раз там есть находки, то примерно туда же и будем бросать, чтобы что-то находить. О, вот это хороший зацеп. Прям такой массивный, я бы сказал. Даже у меня какая-то мысль, что за какую-то деталь хижины я зацепился. Потому что такое ощущение, что довольно-таки тяжело идет. Но идет. Тем не менее, что-то я прям чувствую. Прям идет что-то большое, массивное на том конце. Каната у нас. Такс. Опа-на. Как я говорил, что что-то не маленькое. Жесть. Капец. Это что такое? Ну, это по любасу какое-то оружие. Слушай, ладно, ладно один, ладно два, но три совпадения. Что это такое, оператор? Это по любасу какое-то оружие. Ну, ты видел какие-то такие штуки, нет? Черепашек, нельзя там у шредера было. Да какие шредеры хватит? В руке. Я понял, но оно должно быть в разы меньше. А здесь видно, что вот это вот рукоять, какие-то вот такие вот ударные вещи, понимаешь, или может быть царапающие. Но это реально похоже на оружие маньяка. На полном серьезе тебе говорю. Что-то плещется. Короче, ладно, сейчас подготовлю магнит и будем бросать дальше. Все. Магнитик почистил, но руки от этого стали грязными. Но, судя по всему, не такими грязными, как у этого маньяка, который, скорее всего, судя по всему, здесь все-таки обитал. По крайней мере, мне так кажется. Буду бросать туда же, где у меня были такие хорошие зацепы, буквально в предыдущем броске. И, надеюсь, что-нибудь я смогу оттуда вытащить. А помнишь маньяка, которого мы нашли прямо под этот дом? Да. Вот в этом видеоролике нам тоже удалось поохотиться на маньяка и мы нашли его прямо во льдах, ребят. Это было очень жутко и страшно. Ну, так вот у нас так и происходит. Летом охотимся на воде, а зимой что делать? Вода замерзает, охотимся подо льдам. У меня, короче, зацеп, между прочим, такой, я бы сказал, приличный уже давно. Чувствуется. Офигеть. Это цепь, а кратер. Старая ржавая цепь. Наверное, не мне рассказывать, зачем они могут ее использовать, эти самые маньяки. Как же ее-то драть-то теперь? Я не маньяк, поэтому так ловко с цепями обращаться не умею. Да и, наверное, если бы у маньяка случилась бы такая же ситуация, если бы цепь примагнитилась, то так легко он с этой ситуацией бы не разобрался. И что ты думаешь, на эту цепь у кого-то и жертв привязан? Ну, во-первых, на цепь можно кого-то привязать, заковать. Очень легко сюда вставить, допустим, какое-нибудь крепление, и все. Цепь, жертва никуда не выберется. Ну, и знаешь, я видел один жуткий фильм, если вы постарше, то посмотрите, если еще не доросли, то не смотрите. Корабль-призрак, короче. Там вообще трэш с этой цепью была в конце. Ну, не знаю, спойлер, не спойлер. Короче, кто понял, тот напишите в комментариях, что там было с цепью и с этим. Ну, там, не буду спойлерить, короче, в конце там цепь сильно использовалась. И вот у меня какие-то такие страшные ассоциации, знаешь. С этими маньяками, цепями. Вдруг ты кого-то освободил сейчас? Что? Освободил кого-то? Освободил под водой. Ну, не знаю. А куда я бросал? Примерно все. Куда-то туда, да? Ну, туда же. Ну, просто меня так напугал. Вдруг я кого-то освободил. Там же в этом фильме тоже было про освобождение всяких призраков, да что? А что, если маньяк, про которого нам писал подписчик, это тоже какая-то метафорическая история, связанная с призраками, привидениями, как на корабле призраки, а? И типа, ты сейчас говоришь, я его освободил, меня аж прям не по себе. Слышь, у меня зацеп такой хороший идет. Прям мощный. Опять я, походу, в ту хижину подводную вляпался. И если бы что-то освободилось, она бы просто всплыла, наверное. Ну, возможно. Смотри-ка, что-то я зацепил. Да, ну. Это что я думаю? Блин. Что за жесть? Оператор. Это крюк. Он тоже кого-то держал? Слушай, я не знаю. Просто мы с тобой только что заговорили про цепь, и там также использовался крюк в этой цепи. Я могу предположить, что это все как-то было воедино. Так что это... Вдруг это мистика. Все, о чем мы не говорим, сейчас будем доставать. Слушай, на канале Жизнь Ви эта фигня постоянно происходит. Вот с меня это реально штука по жизни преследует. Ну, вот так вот это могло использоваться, между прочим. То есть я мог одно от другого оторвать буквально только что. В помощь эмунита. Ну, я не знаю. Тут все как-то навевает какой-то дикой жутью. Посмотри, это же реально все орудия какие-то. Оружие, я бы сказал. В любом случае, так или иначе, этим можно навредить человеку, а маньяки только этим и занимаются. Что пытаются как-то навредить человеку. Да? Вряд ли бывают добрые маньяки, которые делают добрые, хорошие дела. Вот кто хорошие дела делает, это мы. Мы очищаем реку от всяких железяк и всяких вредных штук. За это можно лайк поставить и подписаться, я думаю. Это да. Потому что мало кто еще этим занимается, еще и каждый день такая у нас благая миссия. Надеюсь, нам за это когда-нибудь перепадет что-нибудь хорошее. И у меня тем временем есть еще одна находка. Тоже жуткая очень. Это кирка. Я с такими родовыми... Вот про находки во льдах заговорили. Блин, натуре, там мы используем кирку. У нас есть целый плейлист, ребят, посмотрите, если не смотрели. Мы используем во время находок во льдах не магнит, а кирку. Примерно такую же, только по современному. Это довольно старое. Здесь видно, что было дерево, оно сгнило. Меня пугает лишь только тот факт, что эта штука могла принадлежать опять же этому маньяку. Раз уж мы заговорили на тему жутких фильмов, есть фильм «Мой кровавый Валентин». Там, короче, какой-то тип с киркой ходил в противогазе в шахте и убивал всех. Не очень интересно, его не рекомендую смотреть. Просто бывают маньяки, которые используют кирку. Ребят, можете написать это своим любимым ужастиком? Да, давайте в комментариях вы напишите как минимум топ-3 ваших любимых ужастиков. Один можете тоже. Ну, если один какой-нибудь излюбленный, то можно один. Но кто напишет больше и объяснит, почему они прикольные, то мы поставим сердечко и потом всей командой посмотрим. А кто испугается, тот этот. Девочка Люся. Почему Люся? А вдруг нас Люся смотрит? Ты не подумал? Это может быть обидно так-то? Че ты? Люся, блин. Придумал бы какое-нибудь выдуманное имя там, я не знаю. Квася. Квася? Квася. А, Квася? А какое ты послушал? Я послушал Вася. Вася, нет. Квася, Квася. Ну, типа, от слова класс. Типа, ну, вряд ли бы кто-то из родителей назвал бы свою девочку Квася. Ну, типа, че? А меня, знаешь, в детстве как называли? Слася. Я же Слава, как бы. И меня называли Слася. Вот мне, видимо, и пришла в голову какая-то такая погонява Квася. Слушай, заболтали с тобой магнит. О, пустой. Хотел сказать, тут здесь какие-то штуки. Как будто от двери крепления. Да, слушай, блин, реально я же... Дверь открыл. Блин, да ты че прикалываешься, брата? Ты че меня пугаешься? Не свяжена дверь открыл. Чисто вот этот... Выдрал крепление. Железный... Да, выдрал. Капец. Наверное, стремно. Ладно, если честно, все это как-то стремно. Давай как с тобой поступим? Сейчас мы доберем еще пару-тройку находок и все, уходим отсюда. Потому что, если честно, это уже все похоже на то, что нас подписчик не обманул. То, что здесь реально какой-то маньяк зацепил. Что-то хорошо так... Что-то прям... Прям мощно. Опять в области где-то этой хижины. Прям... Прям хорошо так зацепило. Прям идет и идет. Ладно. Сейчас достану. Но то, что здесь был маньяк и то, что здесь кто-то сбрасывал вещи такие недобрые, это я уже считаю прям стопудово точно. Вот. И у меня находка уже тоже вон тянется на магнит. Какая-то железяка. Блин, слушай. А я... Я сегодня, короче, раз мы сегодня вспоминаем, короче, всякие видеоигры и фильмы, кто-то там играл типа в Far Cry 5. Там же этот тип, он был как бы сектантом. Вот. И если сравнивать эти все находки между собой, то можно выложить историю, что какой-то сектант или кто-то что-то в этом духе. Ну-ка давай, я туда же быстренько брошу магнит. Так. Вот. И посмотрим, что там может быть. Потому что вот и Far Cry 5 там был маньяк-сектант, короче. Я вот подумал, вдруг этот тип тоже... Смотри, как жестко. Пофигеть. Ты видел, как я запил жестко магнит? Прям... Прям идет. Офигеть как. Это что? Это что такое? Слышишь? Оператор! Офигеть! Офигеть! Это что такое? Оператор, это что такое? Это какое-то тело, слышишь? Чего за жесть? Капец тяжелый. Не просто тяжелый, а тяжеленно, я бы сказал. Офигеть! Это что, маньяк? Это слышишь? Он же в маске маньяка. Ё-моё, это реальный маньяк. А-а-а! Он что, живой? Слышишь, он живой? Ты что? А-а-а! Ты же, мужик, давай поговорим. Ты что? Ты что, ты как... А-а-а! Бежим, оператор! Бежим! А-а-а! Давай, давай сюда! Быстрее! Молодец! Нет, ты что, он там стоит? Смотри, снимай его! Офигеть! Ты что? Не-не-не, мы к тебе не пойдем, вали отсюда, тип! Давай, дуй отсюда! Ты что? Он куда пошел? Слышишь? Он что, обратно пошел? Это что такое? Это что? В смысле? Это как-то одна шляпа осталась? Что за фигня? Вот это я прифигел! Вот это я такого больше никогда не видел! Он же зарезать нас натурально мог! Слышь, из воды вылез, пошел к нам и в воду ушел! Это что такое? Это что? Короче, все! Магнитная рыбалка наверное, пока подходит к концу, сейчас мы беспалево попытаемся магнит забрать и убежим отсюда, ребята! Ладно, надеюсь, это вам понравилось, если да, то ставьте лайк под этим видеороликом, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый специально для вас! А с вами был я, Витчатус Милов, или Живи! Пока-пока-пока! Эти видеоролики, кстати, очень крутые, советую тебе их посмотреть! Субтитры сделал DimaTorzok